Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать красивое платье в барби стиле на корсете с интересной такой полуваланом, полудрупировкой. Давайте посмотрим. Я взяла шаблон женской фигуры, она у меня не совсем прям барби, но зато на ней все основные опорные точки видны и мне для рисунка корсета это будет очень удобно. Приближаю, блокирую слой, на котором у меня расположен шаблон и начинаю рисовать корсет. Соответственно, первое, что у меня будет, это по центру у меня будет косточка. Я ее сейчас сразу обозначиваю. Здесь у меня есть точка и вот такая вот косточка. Поскольку корсет достаточно с мелкими деталями, буду рисовать на толщине 0,75, хотя обычно я рисую на единичке. Теперь давайте мы с вами обрисуем форму чашечки. Как видите, здесь у меня она на шаблоне уже есть. Могу использовать такую форму чашечки, могу ее немножечко изменить, в зависимости от тех потребностей, которые у меня есть. Корсет, он у меня будет полностью прилегающий, поэтому могу прям по этой линии его и сделать. Так, так и так. Вот у меня нарисовалась основа. Теперь на этой основе я могу делать, соответственно, те линии косточки, которые мне нужны. У меня будет косточка вот здесь, притом она у меня будет изогнутая. Вот так. Сейчас мы вот так. Смотрите, то что у меня наверх вот эти штуки вышли. Берем инструмент, опорная точка и при помощи нее убираем все лишнее, потому что это просто кривизна, которая нам немножко не нужна. Вот так. 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 Теперь берем вот здесь. Можно, кстати, сделать полупрозрачным основу, тогда будет видно. И вот здесь у меня еще одна косточка пойдет. Сразу красоту сюда добавим. Так. И вот здесь вот сейчас немножечко поправлю. кривизну. Вот это основа. Теперь чашечка. Чашечка. Чашечка у меня будет не совсем такой формы, как здесь шарик. Да, мы ее немножечко сейчас поправим. Вот здесь будет такая объемная. И вот так вниз. И сюда. Вот так. 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 Что у меня еще будет? У меня у чашечки будет вот так деление. Отсюда, сюда, вот так. Вот. И будет лямочка. Лямочка будет идти так, так, так и так. Если мы будем делать вид, что у нас платье не на манекене, то тогда можно рисовать, что будет вторая лямочка, которую мы вот так потенциально будем видеть. Но если потом просто с манекена платье снять, то можно вот так сделать. Можно не делать. Соответственно, давайте мы нарисуем все-таки, чтобы она была. Вот. Здесь сейчас поправлю немножко форму. Более округлую такую. Да, вот. Более упругая. Что теперь с этим делать? Мы половинку нарисовали. Надо определиться, насколько нам нужны, соответственно, отстрочки. Нужны ли они или нет. Или будет достаточно того вида, который мы сделали. Это индивидуальный дизайн. Поэтому тут вот прям жестких рекомендаций. Обязательно рисуйте отстрочки. Ни в коем случае не рисуйте отстрочек. Быть не может. Потому что все зависит от того, какое у вас изделие, что вы запланировали. Вот. Я добавила поясок. Теперь все вместе выделяю, за исключением вот этой центральной части. Потому что она должна остаться по центру, она должна остаться одна. Инструмент «Зеркальное отражение». По центру ставим. И отражаем. За что люблю рисовать на шаблонах. Так быстро, просто и удобно. Это нам нужно объединить. Окно. Обработка контуров. И слить. Вот. Такая красота у нас с вами уже получилась. Единственное, что мне не нравится, это вот эта часть. Сейчас мы ее чуть-чуть поправим. Вот так. И вот так. Если вы видите вот такой острый угол, не надо его пугаться. Его можно убрать очень-очень просто. Вот здесь вот. Оп. И никакого угла нет. Это просто то, как программа отображает линию. Вот такой корсет у меня получился. По-моему, очень симпатично. Теперь рисуем юбку основы. Она у меня будет до в пол. Вот. Соответственно, от талии. Вот так. И юбочка в пол. Здесь у меня будут легкие складки. Вот. Надо обязательно сделать, чтобы я видела, что там у меня. Потому что какое расстояние от ноги. Куда сделать. Либо делать ее симметричную. Либо все это выравнивать и смотреть. Потому что сейчас вот видите, небольшой перекос пошел. По кривизне линии. И сразу не очень. Вот. Соответственно, мы можем ее всегда расширить, обузить. И сделать длиннее. Короче, то, как вам больше нравится. Низ я тоже люблю погладить. И вот здесь у нас появились легкие такие штуки. Сейчас мы вот эту часть сделаем. Сделаем. Тоже все вот здесь причешем. Чтобы оно было все красивое. И все было аккуратное. Так. Вот. И давайте мы залезем белым цветом. Вот у нас основа. Теперь поверх этой основы я создам новый слой. Чтобы они у меня друг на друга не вставали. А мы будем рисовать уже декоративную часть. Будет она у меня вот до сих пор. И будет, в общем-то, вся красота туда сейчас пойдет. Так. Вот здесь у меня объем. Теперь у меня линия. Рисую сначала линию, чтобы понять, как она должна смотреться. Потом откорректирую. Так. И сюда. Так. Эту линию мы сейчас уберем. Здесь тоже у меня слишком пушисто получилось. Немножко более... Так. И здесь низ тоже поглазить. Потому что это безобразие. То, что получилось. Так быть не должно. Вот. Не должна быть ровная. Нет. Я не стремлюсь к тому, чтобы эта линия была абсолютно ровной. Я бы ее нарисовала прям от точки к точке. Мне нужна она такая полуволнистая. Ну, не такая, как была. Вот. И теперь от этой части мы сюда добавим вот такую большую интересную штуку, которая здесь будет смотреться. Я сейчас пытаюсь угадать форму, поэтому немножко, наверное, некрасиво смотрится. Сейчас мы ее сделаем. После этого уже будет понятно, как лучше. И вот здесь обязательно с нахлёстом. Черновой рисунок. Смотрите, это принцип рисунка в Adobe Illustrator. Здесь мы не стремимся прям сразу все показать. Мы иногда делаем технологическую особенность, которая нам будет лучше. Поэтому сейчас пока вот так. Почему я вот здесь друг на друга их наложила? Смотрите, если я их сейчас разгруппирую, то у меня получается абсолютно идеальный стык. Такого стыка по-другому не добьешься. Вот. Давайте сейчас я здесь доработаю, потому что хочется, чтобы линия была очень красивая. А тут пока получилось не очень красиво. Так. Лишнее. Погладить. Так. Так. И вот здесь. Так, давайте дорисуем. Здесь будет вот такая история. Вот эта линия должна иметь другую форму. Так. Здесь тоже у нас будет с вами вот такая история. Здесь, кстати, не обязательно даже попадать прям линия в линию. Можно ее просто убрать на задний план. Все будет прекрасно, поскольку у нас это отдельная часть. Монтаж. Вот. Просто посмотреть, чтобы все перекрывалось хорошо. Так. Соответственно, раз здесь такая история, то от этой точки сюда обязательно должна быть вот такая линия. Вот. Почему так перекрылась? Потому что здесь цвет заливки. Он нам не нужен. Так. Вот отсюда тоже линия. Сейчас мы все поправим. Все будет очень даже красиво. Так. Так. Здесь у нас тоже мне не нравится, как вот эта часть получилась. Мы ее сейчас вот сюда соберем. Вот эту линию сделаем вот так. Эту линию под нее. То есть просто проправляю формы. Как видите, не с первой попытки. Потому что иногда вот, ой, у меня не получилось, что же делать. Ничего, берете и правите. Ничего страшного. Нам же результат нужен, правда? Это рабочий процесс. Так. Угу. 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 Так. Идем дальше. По всем нашим великолепным складочкам. Ну, вы уже поняли, наверное, принцип того, что я хочу изобразить. Вот мы его и изображаем. Так. Вот здесь. Вот эта вот торчашечка мне не нравится. Она должна быть более такая внутрь. Сюда давайте приблизим. Оп. Тоже сейчас на задний план уберем. Она так торчать не будет. Тоже на задний план. Хорошо. Здесь тоже будет линия. Угу. Вот. Смотрим, насколько она у нас все правильно по пропорциям. По тому, где что находится. Так. Вот эти линии сразу сейчас сделаем более красивыми. Так. Что я хотела сделать? Я хотела ко всему применить толщину линии в единицу. Вот. В единицу. Она будет более толстенькая. А потом уже вот к этим внутренним линиям применить линию 0.5 с профилем. Так. 0.5 и профиль. Вот. Стало лучше. Так. Угу. Так. Так. Сюда идет. Сюда. Смотрите. Я сейчас пока рисую только линиями. Есть такое понятие, как рисунок линии и рисунок пятном. Пятно я пока не использую от слова вообще никак. То есть, ну, единственное пятно, которое у меня есть, это цвет основной заливки. Все остальное я пока делаю линеарно. Собственно, вы тоже можете так делать. То есть, сначала делать линии, потом добавить еще пятновое, как будто это все. Так. 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 Вот. Добавили. Сейчас я все это вместе выберу. И мы сразу сделаем это, конечно же, намного тоньше. И вот так. Можно еще тоньше сделать, чтобы оно не выходило на передний план. Вот. Вот эту линию немножечко по изгибу поправим. Угу. Смотрим. Так, теперь здесь. Вот эти штуки у нас имеют белую заливку. Это не здорово. Должна быть просто линия без какой-либо заливки. Вот так. Чтобы потом они нам не мешались. Так. Хорошо. мелко деликатными. Мелко деликатными. Где-то их размножить. Сейчас я аккуратно с этим поработаю. чтобы эта часть была отвечала моей задумке. Так. То есть, как видите, я новые не рисую. Я просто какие-то дублирую. Какие-то мы сейчас сюда вот так вот перенесем. Не обязательно все линии прям новые рисовать. Иногда можно на тех линиях, которые у вас уже есть. Просто сработать. Но вот то, что я не люблю, то, что цепляются другие, я поэтому всегда по слоям разношу. Чтобы на слоях это все было раздельно. Оп. Вообще, вот украшает вот эта штука вся или нет? То есть, тоже такой момент в эскизе. А если это просто создает шумы? Может, и не нужны они тогда. Вот. Теневая история. Блокирую слой, создаю новый. Что у нас будет? Смотрите. Ну, с корсетом вообще все будет просто, потому что всегда вот здесь у нас будет теневая часть. Вот она. Давайте я сейчас тень нарисую другим цветом, каким-нибудь. Ну, красным, например. Просто, чтобы было видно. Вот, смотрите. Вот будет тень. Вот здесь будет тень. Ну, под грудью, да. Соответственно, грудь у нас нависает немножечко и создает форму. Вот здесь будет тень. Ну, это если крупно. Можно там, конечно, намельчить, если вам ткань этого требует. Так, здесь. Здесь вот так. Вот эта часть будет иметь теневой оттенок. Вот здесь. Смотрите, видите, туда пошла складка. Соответственно, вот под ней, конечно же, будет тень. Форму можно подравнивать, а можно не подравнивать, потому что я потом буду делать размытие, и мне не нужна прям такая четкость контура. Вот здесь у меня будет тень. Рисую красным, чтобы вам было видно. Естественно, тени не будут ярко-красными. Тени будут либо в тон, либо если это какой-нибудь ткань хамелеон, там, в тон блика хамелеона. Но всегда тени имеют какую-то смысловую историю. Вот это будет большая тень. Понятно почему, да? Потому что это складка, которая туда ушла. Вот сейчас я поставила точки. Их подравняю. Одна и вторая. Вот так. И вот так. Здесь тоже правим. Вот туда ушло. Здесь, в принципе, автоматически будет то, что это тень, потому что это внутренняя часть, она всегда будет чуть темнее смотреться. И здесь тоже вот у нас будет теневая часть. Ну, если, грубо говоря, цвет светит на девушку, да, вот от нас, от смотрящего, то по принципу цилиндра, по бокам тень. Там еще можно, конечно, поставить блики, но это уже будет зависеть от материала, из которого все это сделано. Поэтому блики я всегда оставляю исключительно на момент работы с цветом, когда это требуется. Потому что может быть атлас, может быть ткань, которая гасит все эти блики. Вот, так что тут не угадаешь. Вот так. Вот. Мы это все собрали. Вот смотрите, как у меня получилось распределение теней. Несильно их много, несильно их мало. Теперь я даю им непрозрачность. Вот они стали непрозрачные. Точнее, стали, наоборот, прозрачности. И по эффекту, по размытии, по гауссу. Вот некоторые размытия. Поэтому я говорила, что не так принципиально попадает она прям четко в контур или нет. Просто в силу того, что мы это все размоем. Так, и теперь даем цвет тени черный. Ну, эскиз черно-белый. Вот такая история. Если тени кажутся слишком яркими, можно их, соответственно, сделать более прозрачными. Все вместе выбираем. Сгруппировать. Вот такой эскиз у нас получился. И давайте мы теперь... Конструктору лучше отдавать вот в таком виде. Он скажет спасибо. Честное, большое, человеческое. То, что видно пропорцию, видно степень прилегания, видно, где ноги, какой длины и все остальное. Прям скажут спасибо. А для дальнейших картинок я буду раскрашивать без фигуры. Вот так вот. Просто черно-белое мы платье оставим. Вот оно. Смотрите. И такое же платье сделаем, как я говорила, это в стиле барби-кор. То, что сейчас у нас модно и актуально. Сейчас мы его покрасим в розовый. Поскольку оно у меня сгруппировано. Как мне с ним работать? Двойной клик. Я хочу, чтобы все, что у меня было белое, стало розовым. Соответственно, розовый цвет сейчас мы можем с вами подкорректировать. Это может быть фуксио. Смотрите. Прекрасно все платье у меня перекрашивается. И реагирует на то, как я его делаю. Видите? Выбираем тот цвет, который нам подойдет. Видите? Теплота меняется. То есть, ну, в зависимости от того, какой оттенок вам нужен. Вот. И, естественно, на таком я бы, конечно, добавила блики. Блики я буду рисовать на новом слое. Ну, либо вот у меня остались старые ненужные слои. Это мы сейчас заблокируем. И прям поверх. Смотрите, принцип блика. Ну, то, что выпирает, соответственно, то, на что больше падает цвета. Блики я буду рисовать белым. Тоже жестко буду их рисовать. Потом просто размоем. Так, слой находится сверху. На это обратите внимание. Соответственно, вот здесь будет бликовать. Вот здесь будет бликовать. А если это атлас, то будет такая вот дерганая штукенция. Вот такая вот вся из себя. Это уже особенность блика. Смотрите фотографии ткани. Смотрите живые. Как бы вот как себя ведет ткань. И тени должны быть такие же дерганые. Тогда можно вообще создать, например, эффект кожи и так далее. Здесь можно и косточки другим оттенком прокрасить. Сейчас мы этим займемся. Вот. То есть вот такая вот более дерганая история. Тоже не надо, чтобы блики были равномерны. Блики не бывают равномерными. Вот. И вот здесь тоже, смотрите, блик будет вот такой. Потому что здесь как бы такая вроде дерганая штучка. Вот такая будет история. Вот так вот он будет бликовать. И тени, кстати, тоже сейчас поправим. Здесь бличок может быть длинный. По горбу, давайте скажем так, вот этой складочке. Она как раз наверху будет перекатываться. Вот. Не обязательно все уделывать бликами. И здесь такой бличок вот прям чуть-чуть. По нижнему слою обычно бликов особо не видно. Вот получились блики. Ctrl-A. И мы теперь делаем непрозрачность. И тоже на блики я всегда даю размытие. Потому что иначе они становятся очень-очень жесткие. Вот. Такие блики. Соответственно, блики можно тоже подкорректировать. И не обязательно их группировать. То есть вы можете один блик сделать поярче. Один блик сделать более, например, тусклым. В зависимости от того, где он находится. Они могут иметь разную окраску, разную насыщенность. Для того, чтобы получился тот эффект, который нужен. И что я еще хотела сделать сейчас. Двойной клик. И вот тени, которые у нас есть. Сделать их тоже розовыми. Что я имею ввиду. Мы берем розовый цвет как основу. Убираем от него цвет контура. И вот прям по розовому, смотрите. То есть у меня не черные тени, а темно-темно-бордовые. То есть я из розового, грубо говоря, добавлением темного цвета туда это все сделала. И еще можно сделать очень красиво, чтобы смотрелось более зрелищно. Это действительно так иногда делают и на реальной одежде. Что нам нужно? Нам нужно выделить именно наши косточки. Поэтому мы рисовали их отдельными элементами. Так, у меня сейчас тут перемешиваются тени. Давайте вот так сделаем. Так. Сейчас все-таки по одной буду их дергать. Давайте я одну закрашу, а потом остальные. Неудобно. Тоже сделать их чуть-чуть темнее. Они будут выделяться. Будут давать очень интересный эффект. Вот. Тот же самый цвет. Просто чуть темнее. Вот, смотрите. И сразу эффект у них начинает быть немножко другим. Сейчас еще провалим. Так, так. Мешает тень. Тень цепляется и не дает мне выделить. Надо постараться. Поэтому хорошо делить все. Чтобы ничего не мешалось. Вот. Смотрите. Косточки. Сделаю более темным. Все. И вот такое красивое платье у нас с вами получилось. В стиле Барби. Мы можем перекрасить в любой другой цвет. А у нас получилось красивое атласное розовое платье на корсете. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк или дизлайк, если не понравилось, писать свои комментарии, давать рекомендации. И не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новое. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok